Глубоко уважаемые коллеги, давайте начнем конец нашего заседания. Я хочу предоставить слово Ольге Игоревне Березиной, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории функциональной диагностики заболеваний пищевода и желудка Московского клинического научного центра имени Логинова. Пожалуйста, Ольга Игоревна. Добрый день, уважаемые коллеги. Хотелось бы обсудить с вами сегодня принципы диагностики и консервативного лечения пациентов с болезнью оперированного желудка. Ежегодно в отделении патологии верхних отделов пищеварительного тракта Московского клинического научного центра имени Логинова обследуются от 300 до 400 пациентов с болезнью оперированной желудка. Собирая анамнез у пациентов, обязательно надо обращать внимание на вид проведенного им оперативного вмешательства. Так как, обладая данной информацией, мы можем с вами ожидать развития тех или иных проявлений болезни оперированного желудка. Условно, синдромы, составляющие данное заболевание, могут быть подразделены на функциональные расстройства и органическую патологию. Среди функциональных расстройств наиболее часто представлен демпинг-синдром, в основе которого лежит быстрое расширение тонкого кишечника при поступлении пищевого содержимого, что проявляется вегетативными реакциями, такие как сердцебиение, снижение артериального давления, потливость. В позднем демпинг-синдром проявляется тем, что у больных возникает состояние гипогликемии. Чаще всего мы встречаемся с легкой степенью демпинг-синдрома. Демпинг-синдрома средней степени чаще возникает у пациентов, у которых имеются какие-то уже органические проявления заболевания, такие как эрозивно-язвенные повреждения, анастомоза, синдром приводящей петли. Тяжелый же выраженный демпинг-синдрома – это уже чаще больные, которые нуждаются в хирургическом лечении. Принимая пациента и понимая, что у него имеется проявление демпинг-синдрома, мы должны с вами обязательно вести беседу о тактике, о диетических мероприятиях, о режиме питания, о дробности питания, что пациент должен кушать небольшими порциями, но часто исключать легко усваиваемые углеводы и молочную пищу. Кроме того, в зависимости от того или иного метода хирургического вмешательства у больных возникает синдром малябсорбции, который может проявляться белково-энергетической недостаточностью, анемии, у больного пациентов может возникать гиповитаминемия, часто возникает синдром избыточного бактериального роста. Выраженность синдрома малябсорбции может еще зависеть от того, насколько был скомпенсирован пациент до проведения хирургического вмешательства. Поэтому в отделении патологии верхних отделов пищеварительного тракта проходят лечение и обследование пациентов с заболеванием верхних отделов пищеварительного тракта, которые потенциально нуждаются в проведении хирургического вмешательства. С одной стороны, для того, чтобы собрать более полную диагностическую информацию о нем, для того, чтобы потом выбрать более правильную тактику его лечения. И, с другой стороны, для проведения лечения с целью коррекции имеющихся изменений, коррекции анемии, белково-энергетической недостаточностью, уменьшения воспалительных изменений в верхних отделах пищеварительного тракта, ну и также коррекция сопутствующих заболеваний. Поэтому такой более четкий подход еще на дооперационном периоде позволяет, чтобы лучше протекал послеоперационный период, ну и в дальнейшем проявление болезни оперированной желудка, чтобы самочувствие больного было, качество жизни больного было удовлетворительным. Ну, чаще всего мы встречаемся у пациентов с железодефицитной анемией, у больных с гастроктомиями чаще встречается П12-дефицитная анемия. Значит, после проведения у пациентов гастроктомии, участия больных с резекцией желудка, в послеоперационном периоде формируется билярный сладж и желчекаменная болезнь. Здесь играют роль как поствогатомические механизмы, так и нарушение анатомо-функциональных связей между желудком и желчеводящими путями. Значит, у больных с резекцией желудка обязательно надо помнить, что у большинства пациентов, да, вот здесь 71% случаев, в культе желудка сохраняется кислотопродукция, что является причиной эрозивно-язвенных повреждений слизистых, пищевода желудка и анастомоза. Кроме того, собирая анамнез, обязательно надо обращать внимание на прием препаратов, которые больной принимает по поводу сопутствующих заболеваний. В частности, большое значение имеет прием нестероидных противовоспалительных препаратов, которые являются причиной не только возникновения эрозивно-язвенных повреждений верхних пищевода и желудка, но также и развитие эрозивных повреждений в тонкой кишке, что не обязательно может проявиться массивным желудочно-кишечным кровотечением, а может в связи с геморрагическими повреждениями появляться скрытым постепенным подкравливанием. И больные поступают к нам или обращаются к терапевту, гастроэнтерологу с железодефицитной анемией. Казалось бы, массивных каких-то эрозивных изменений нет, а если обследовать тонкий кишечник, там выявляются небольшие геморрагические повреждения слизистой. Кроме того, обязательно при биопсии, обследовании, при проведении изофага, гастродиоденоскопии, но мы не должны забывать о том, что частой причиной язвенной болезни является хеликобактер пилори, и поэтому при проведении гастроскопии надо проводить диагностику данной инфекции, либо лучше даже выполнять С13-ю разный дыхательный тест, он обладает более шеей специфичностью и... Ну, специфичностью. При выявлении данной патологии проведение антихеликобактерной терапии, особенно вот в западном нашем участии страны, обязательно должна проводиться не менее 14 дней, включая антисекреторный препарат, два антибиотика, чаще, да, классическая схема – это амоксицелин с хлоритромицином и денол. Так как терапия занимает две недели, желательно, ну, даже, скажем, обязательно подключение пробиотических препаратов. Значит, возвращаясь к коррозивным изменениям в слизистых верхних отделов желудочно-кишечного тракта, большую проблему представляют эрозивные изменения в пищеводе у больных с гастроэктомией, так как основным фактором агрессии у больных с гастроэктомией представляют желчные кислоты. Поэтому данным пациентам целесообразно, ни в коем случае нельзя назначать, это грубая ошибка, назначение ингибиторов протонной помпы, а целесообразно применение препарата фурсодезоксихолевой кислоты 15 мкг на килограмм веса. У больных с резекцией желудка при доказанном дооденогастральном рефлюксе, кроме ингибиторов протонной помпы, возможно добавление ингибиторов препарата фурсодезоксихолевой кислоты. В качестве изофагопротектора сейчас внедряется такой препарат на основе гиалуроновой кислоты, как альфа-сокс. Кроме того, кислотный фактор является причиной возникновения такого серьезного осложнения у больных с резекциями желудка, как пептическая язва анастомоза и тощие кишки. Данная язва коварна тем, что более склонна к кровотечению, очень тяжело поддается рубцеванию. Кроме того, эта язва, вследствие того, что она плохо рубцуется, она становится такими колесными краями и может явиться причиной возникновения следующего осложнения. Это органической причиной синдрома приводящей петли. В синдроме приводящей петли может быть и функциональная генеза, если у пациента еще на дооперационном периоде имелись какие-то диспепсические явления и дискинезия верхних отделов. После проведения хирургического вмешательства, вследствие постфагатомических нарушений, гастропорезы, доденостазы, они могут усиливаться. При функциональном синдроме приводящей петли мы должны призывать пациентов к соблюдению режима питания, к исключению жирной, провоцирующей желчоотделения пищи. При развитии у пациентов вследствие спаечного процесса длительно нерутсующиеся язвы, приводящие анастомозы и тощие кишки, синдром, приводящий к петли, данная патология требует уже хирургического вмешательства. Для улучшения пассажа по тонкому кишечнику, из культи желудка, в отходящую петлю. Большое значение, немалое значение в диагностике пациента с болезнью оперированной желудка имеет рентгенография с контрастным веществом. Данный метод исследования позволяет нам оценить моторную и эвакуаторную функцию культи желудка, установить выраженность демпинг-синдрома, определить гастроэдуаденостаз, определить выраженность и протяженность структур гастроэзофагиального анастомоза, определить диагностировать синдром приводящей петли. Так вот, на данном слайде представлено рентгенограммы пациента со структурой гастроэзофагиального анастомоза у больного с поствогатомическим гастростазом. Там это верхняя левая картинка после операции, после фундапликации по Нисену и структурой гастроэзофагиального анастомоза у пациента с проведенной экстрепацией пищевода с последующей пластикой с желудочным стеблем. Большой вклад в диагностику пациентов с болезнью оперированной желудка вносит компьютерная томография с внутривенным контрастированием, так как данный метод диагностики позволяет выявить прогрессирование или рецидив опухолевого заболевания, позволяет нам определить распространенность опухолевого процесса на соседние органы и сосудистонервные пучки, определить возможность повторного хирургического вмешательства или обсудить с онкологами дальнейшую тактику терапевтического лечения. Кроме того, у пациентов с проксимальной резекцией желудка и у больных с экстрепацией пищевода с пластикой и желудочным стеблем или с замещением пищевода толстой кишкой может возникать такое серьезное и грозное осложнение, как аспирационный синдром. В частности, на данном слайде показано наличие у больного аспирационной пневмонии. На фоне применения муколитиков, антибактериальных препаратов, в частности, амоксиклава, удалось данную проблему преодолеть. Но данные пациенты, с чего я начала в свой доклад, что обязательно надо обращать внимание на метод хирургического вмешательства, мы должны этому пациенту внушать, что спать он должен обязательно с приподнятым головным концом. Если даже у пациента уже был эпизод аспирационного синдрома, то уже призывать его практически полусидя спать. Что ни в коем случае, на фоне проявления демпинг-синдрома слабости, каких-то глоугружений, он не должен ложиться, он должен сидеть в кресле, в уверенной, окруженной с трех сторон, но в положении сидя, не принимать горизонтального положения. Кроме того, если у больного уже был эпизод аспирационной пневмонии, то это два-три раза в год уже желательно проводить профилактические курсы антибактериальных препаратов. И, по крайней мере, диагностически за этим проблемой наблюдать. У ряда больных с ранее выявленным, принесенным раком желудка выявляются опухоли толстого кишечника. Кроме того, на фоне длительно существующего синдрома избыточного бактериального роста могут формироваться у пациентов полипы толстой кишки, которые в последующем могут также перерождаться в рак толстого кишечника. Поэтому наши пациенты с болезнью опериодной желудке должны обязательно проходить колоноскопию, а при выявлении полиповидных образований или каких-то утолщенных складок в слизистой толстой кишке колоноскопия должна повторяться раз в год. При выявлении дисплазии, тяжелой, необходимо пациента направлять к эндоскопическим хирургам. Хотелось бы привести пример терапии. Больной, например, на данном слайде представлен пример, перенесший гастроктомию по поводу рака желудка. У данного пациента эрозивный рефлюксовидный степень А, это единичная эрозия в пределах одной складки, демпинг с ведром средней степени тяжести, желчекаменная болезнь, проявляющая калькулезным холециститом. Данному пациенту целесообразно рекомендовать высокобелковую диету в пределах демпинга стола. Прием пищи должен быть дробным, небольшими порциями, 5-6 раз в сутки. Обязательно внушать пациенту, что необходимо исключать из рациона питания жирные, жареные, острые блюда. Пациент, учитывая то, что пищевой субстрат попадает в тощую кишку, должен принимать с каждым приемом пищи микрокапсулированные ферменты в дозе 10 000 единиц постоянно. Учитывая наличие у пациента эрозивного рефлюксизофаита, урс-дезоксихолевая кислота по 250 мг 4 раза в день, с 6 месяцев с последующим проведением контрольной гастроскопии. Антоцидные препараты принимаются в режиме по требованию. Раз в полгода пациенту с целью коррекции синдрома избыточного бактериального роста необходимо проведение курса энтеросептиков, неважно, метриндозол в дозе 250 мг 3 раза в день или нефроксазид по 200 мг 2 капсулы 2 раза в день в течение 7 дней с последующим приемом пробиотиков в течение месяца. С целью профилактики В12-дефицитной анемии пациенту ежемесячно, однократно вводится витамин В12 в дозе 500 мкг. Обязательно надо рекомендовать пациенту контроль общего анализа крови уровнем витамина В12 фолиевой кислоты раз в полгода. Другой пример. Данному пациенту в анамнезе проведена гастроэктомия, спленэктомия по поводу рака желудка. После операции проведено 4 курса полихимиотерапии. У данного пациента болезнь оперирования желудка проявлялась эрозивным рефлексом степень С, то есть более выраженный, занимающийся до 75% окружности пищевода, анастомозит, демпинг-синдром средней степени тяжести, хроническая анемия смешанного генеза Ж, как железодефицитная, так и В12 дефицитная анемия диагностирована. И у данного пациента диагностирована белково-энергетическая недостаточность второй степени, синдром избыточного бактериального роста. Кроме общих диетических мероприятий, данный пациент нуждается уже в назначении нутриционной поддержки. С целью определения необходимого суточного колоража мы привлекаем к лечению данных пациентов нутрициолога, чтобы определить сбалансированность конкретного пациента по белкам, углеводам и жирам. Данный пациент нуждается уже в более высокой дозе микрокапсулированных ферментов. Данному пациенту назначено по 25 тысяч единиц на основные приемы пищи и по 10 на перекусы. В качестве изофага протектора, обладающих льготами, мы можем рекомендовать Сукральфат. Но в настоящее время, я уже упоминала, в качестве изофага протектора, сейчас мы стараемся внедрять и неплохо себя начинает рекомендовать такой препарат, как Альфа-Зокс. Учитывая то, что у данного пациента смешанная анемия смешанного генеза, данному пациенту требуются препараты уже не только В12, но и препараты железа, инъекционные формы. И в последующем контроль показателей клинической анализы крови раз в 3 месяца при стабилизации, тогда потом переход на раз в полгода и, если позволит ситуация, то раз в год. В качестве, чтобы изменить химизм желчи, сделать их менее агрессивным в отношении слизистой пищевода препараты УРСУДЗОКСИОХОЛИВЫЙ КИСЛОТЫ. Благодарю Вас за внимание. Мы доклад закончим. Благодарю Вас. Спасибо, Ольга Евгеньевна. Коллеги, ну давайте мы вопросы оставим на конец сессии. Сейчас продолжим выступление. Если накопится вопрос, тогда мы все вместе сможем поучаствовать в дискуссии и ответить на Ваши вопросы. Следующий доклад представит заведующий отделением высокотехнологичной хирургии и эндоскопии Государственного бюджетного учреждения города Москвы, Московского клинического научного центра имени Логинова, доктор медицинских наук Васниф Олег Сергеевич. Глубоко уважаемые коллеги, разрешите поделиться нашим скромным опытом лечения больных после операции на желудке, после резекции желудка различного объема. Проблема не нова, так как первая гастроктомия, она выполнена еще в конце 19 века, пальму первенства оспаривают два доктора, это доктор австрийского происхождения Карл Николодония с греческой фамилией и доктор Коннер с Сенцинати, но американцы они всегда были во всем первые, в том числе в 1884 году была сделана первая гастроктомия, но успешная, выполнена Карлом Шлаттером 13 лет спустя, в 1897 году. Собственно, с той поры и можно вести речь о различных постгастрезекционных синдромах и осложнениях, и классификация настолько богата и разнообразна, что если мы с вами будем останавливаться на каждом из этих пунктов, то, наверное, нам и дня с вами не хватит, чтобы обсудить эту проблему, поэтому позвольте остановиться на проблеме рефлюксозофагита после резекции различного объема и различных видов реконструкции у данной группы больных, тем более общество наше сегодня в основном гастроэнтерологическое, с учетом того, что это гастросессия, я думаю, что эта тема будет наиболее интересна для аудитории. Да, проблема рака желудка, она достаточно актуальна и по сей день число больных раком желудка, оно, к счастью, не растет, но и не сильно снижается, и в этой связи количество больных, оперированных по поводу рака желудка, оно остается примерно на одном и том же уровне. В подавляющем числе случаев выполняется либо дистальная резекция, либо гастроктомия, которая ведет к развитию патологических механизмов в организме, связанных с потерей, в первую очередь, резервуарной функции, с разрушением различных анатомических и функциональных клапанных механизмов и с денервацией желудочно-кишечного тракта, так как в процессе выполнения лимфоденоктомии неизбежно пересекаются стволы блуждающего нерва, что тоже ведет к определенным патологическим процессам. Помимо всего этого, при прямом анастомозировании тонкой кишки с пищеводом неизбежно патологическое воздействие содержимого тонкой кишки на слизистую оболочку пищевода с развитием эрозивно-язвенных повреждений вплоть до метаплазии и даже аденокарциномы и раков других локализаций, в частности рака гортани. В этой связи нами было обследовано 130 больных, части из них было выполнено полное удаление желудка, части – дистальная парциальная резекция желудка. И в этой связи интересно оценить не только влияние объема операции, но и способы реконструкции после выполнения различных объемов операции. При этом больные в исследование были включены с достаточно длинным анамнезом, с анамнезом заболевания более пяти лет после проведенной гастроктомии и более девяти лет после проведенной дистальной резекции желудка. Подавляющее большинство больных предъявляли те или другие жалобы и только 10% и в той или другой группе чувствовали себя достаточно удовлетворительно и не имели никаких жалоб. Наиболее частыми жалобами была дисфагия, изжога и горечь во рту. Процентное соотношение в зависимости от объема удаленного желудка представлено на слайде. Больные после парциальной резекции желудка жаловались в основном на изжогу, это связано с тем, что у достаточно большой части была сохранена кислотопродукция, в то время как больные после полного удаления желудка жаловались в основном на горечь во рту. Что касательно сроков появления симптомов, то после удаления желудка в первые 5 лет практически все больные предъявляли те или другие жалобы, в то время как развитие симптомов после частичного удаления желудка наступало несколько позже. Также на чистоту жалоб влиял и вид реконструкции. Больные рассматривались в два вида реконструкции. Это петлевая реконструкция с формированием изофага энтероанастомоза на длинные петли с формированием межкишечного соустия. И второй тип реконструкции это формирование пищеводно-тонкокишечного у-образного анастомоза, всем известного РУ анастомоза. Так вот, вид анастомоза тоже имел значение, и больные с петлевым анастомозом жаловались чаще, чем больные с у-образным анастомозом. Кроме того, и сроки появления жалоб у больных после формирования у-образного анастомоза наступали позже. Связано, очевидно, с более поздним возникновением моторных нарушений у данной группы больных. Кроме того, помимо способа формирования анастомоза также оценена эндоскопическая картина в зависимости от объема резекции желудка. Эндоскопическая картина слизистой пищевода была различной, она сильно отличалась и выглядела хуже у больных после полного удаления желудка, чем по сравнению с больными после парциальных резекций желудка. И значительно чаще у больных после гастроктомии выявлялись эрозивно-язвенные повреждения вплоть до кишечной метаплазии, причем более тяжелых степеней. Также чаще выявлялась метаплазия в пищеводе у больных после гастроктомии, чем у больных, которым была выполнена дистальная резекция желудка. В зависимости от вида анастомоза мы также имели разную эндоскопическую картину, и петлевые анастомозы чаще приводили к развитию более тяжелых форм эрозивного эзофагита в пищеводе, и чаще приводили к развитию кишечной метаплазии в пищеводе. Вот так выглядят эндоскопические картины эрозивного эзофагита у больных после гастроктомии. Обратите внимание, стрелочкой показаны эрозии в пищеводе. То же самое в НБА-режиме. Сегменты кишечной метаплазии в виде языка пламени, выше уровня эзофага гастро-анастомоза, как в белом свете, так и в НБА-режиме. Вот интересная картинка. Длинный, достаточно протяженный сегмент, около 8 см от уровня эзофага эндро-анастомоза, циркулярный сегмент кишечной метаплазии. Наибольший сегмент, который мы наблюдали, составил порядка 15 см, на правом слайде в режиме НБА, он задокументирован. И вид того же больного после операции мы видим островки плоского нерогревающего эпителия в пищеводе, в участке метаплазированного эпителия. Нами выявлена сильная корреляционная взаимосвязь в зависимости длины сегмента метаплазии в пищеводе от длительности анамнеза, то есть от длительности сроков от момента операции до момента обследования. Также нами оценены нарушения моторики пищевода после гастрорезекции различного объема, и значительно чаще моторные нарушения мы документировали у больных после полного удаления желудка, чем у больных после парциальной резекции. При этом вид формирования анастомоза практически не сказывался на моторные нарушения, неэффективная моторика, что при формировании петлевого анастомоза, что при формировании O-образного анастомоза отмечалось одинаково часто. Другим методом исследования, который мы использовали при оценке выраженности заброса кислого содержимого патологического из тонкой кишки в пищевод, была PH-импедансометрия, которая позволяла документировать не только кислые, но и не кислые и газовые рефлюксы у больных после различных оперативных вмешательств. На слайде пример длительного некислого рефлюкса у больного после гастроктомии с неэффективной моторикой пищевода. При этом, используя данный метод в своей работе, мы выявили сильную корреляционную взаимосвязь тяжести изофагита от клиренса пищевода. Количество рефлюксов в зависимости от вида анастомоза также было различным. Значительно чаще мы документировали рефлюксы у больных после петлевых анастомозов по сравнению с больными с У-образным анастомозом. Вот эндоскопическая картина, это фотографии во время одного из эндоскопических исследований. Есть ли видео, снятое во время эндоскопического исследования у больного с изофагой энтероанастомозом на длинной петле. Хорошо видно поступление желчи из приводящей петли, которая впоследствии забрасывается в пищевод достаточно высоко. Проведённые нами функциональные исследования после дистальной резекции желудка, как уже говорила Ольга Игоревна, выявила достаточно частое сохранение кислотопродукции у больных в культе. Возвращаясь к группе больных после гастроктомии, нами оценено слизистую данной группы больных при реконструкции с использованием петлевого анастомоза на длинной петле. И вот так выглядела эндоскопическая картина у больных после изофага энтероанастомоза с применением анастомоза на длинной петле. Достаточно часто выявляли серозивно-язвенный рефлюкс, изофагит, и только у 15-17% больных мы не выявляли воспалительных изменений в пищеводе. При формировании анастомоза данным способом кишечная метаплазия выявлялась практически в 70% случаев. А среди больных эрозивно-язвенным изофагитом подавляющее число больных имело еще на фоне эрозии кишечная метаплазия. Но патофизиология хорошо известна на сегодняшний день. Позвольте мне не останавливаться, с учетом того, что Ольга Игоревна достаточно хорошо это осветила в своем сообщении. На сегодняшний день какой же идеальный метод применять для того, чтобы избежать подобных патологических процессов в послеоперационном периоде? Америку я здесь не открываю. Пациент должен быть обеспечен достаточно большим резервуаром, чтобы вместить обычное количество еды. Необходимо обеспечить порционную разгрузку этого резервуара, предотвращение рефлюкса изофагита и по возможности сохранения дуодональной непрерывности. Методы восстановления после гастроктомии, но они тоже на сегодняшний день достаточно хорошо известны и разработаны. Не всегда удается включить в пассаж 12-перстную кишку, и мы в своей практике в последнее время используем формирование меообразного анастомоза на отключенной пару петле. Если так все хорошо известно, то почему не все используют лучший метод реконструкции, почему до сих пор в этом вопросе нет единого мнения. И каждый пытается восстановить непрерывность желудочно-кишечной трубки наиболее рациональным, по его мнению, способом, не задумываясь о дальнейшем течении патологического процесса у больного. Ну, как справедливо говорит Виктор Викторович, который здесь присутствует, что для того, чтобы получить отдаленные результаты, надо иметь ближайшие результаты. А ближайшие результаты можно получить только в том случае, если больной перенесет выполненную вами операцию. И наибольшая проблема в данной хирургии – это проблема несостоятельности пищеводно-тонокишечного анастомоза. И, собственно, для того, чтобы предотвратить эту проблему, и выбирают более простые способы реконструкции, менее травматичные способы реконструкции, менее продолжительные по времени способы реконструкции. То есть наиболее надежные с точки зрения авторов. Причины несостоятельности швов, но они достаточно тоже хорошо известны. И позвольте в этой аудитории мне не останавливаться на этих причинах. Варианты реконструкции, их тоже великое множество. Наверное, это представляет интерес больше для хирургов, чем для гастроэнтерологов. Какие показания мы выносим к реконструктивно-восстановительному хирургическому лечению больных с разимно-язвенным рефлюксом с зофагитом? Это наличие очевидных хирургических пострезекционных осложнений в виде синдрома, приводящей петли явлений частичной кишечной непроходимости. И если мы ведем речь о рефлюксозофагите, это отсутствие эффекта от медикаментозной терапии. И при этом учитывается только объективная эндоскопическая оценка слизистой пищевода, которая проводит в сроке не ранее, чем через 6 месяцев после начала проведения специфической терапии. Кроме того, перед началом лечения мы можем, с учетом имеющихся данных обследований, мы можем прогнозировать, будет ли эффективна медикаментозная терапия по данным различных инструментальных методов исследования. Так вот, фактор неблагоприятного прогноза – это наличие патологии пассивных рефлюксов в пищеводе по данным ПАШ-импеданс-мониторинга, это наличие признаки выраженной неэффективной моторики пищевода, более 50% глотков не проводится в теле пищевода, и наличие длинных сегментов кишечной метаплазии слизистой пищевода у больных. То есть это предикторы неблагоприятного прогноза консервативной терапии у данной группы больных. Для того, чтобы можно было прогнозировать, надо корректно, полноценно обследовать больных, и это удел, пожалуй, высокопотоковых центров, это удел специализированных стационаров, поэтому я призываю вас при столкновении с подобными больными отправлять их к специалистам, которые имеют опыт обследования и опыт лечения данной группы больных. На всем позвольте закончить. Большое спасибо за внимание. Доцент заведующих гастроэнтологическим отделением Ильинской больницы, кандидат медицинских наук Юрий Александрович Кучерявый с большим уважением предоставляю вам слово. Глубокоуважаемая Ольга Игоревна, глубокоуважаемый Олег Сергеевич, глубокоуважаемые коллеги, добрый день. Спасибо огромное за приглашение и возможность выступить на гастросессии, которые я ежегодно стараюсь поддерживать. Для меня это почет и уважение. Но поговорим сейчас о стратегии консервативного ведения после гастрокотомии. Сегодня уже много было сказано на эту тему, но я просто хотел бы для уважаемых коллег немножко скорректировать. Здесь есть не совсем четкое соответствие дефиниции в отечественной и международной практике, потому что мы часто пользуемся термином резекция желудка, а под гастрокотомией понимаем удаление всего желудка целиком с созданием пищеводно-кишечного соусти. Но в англоязычной литературе чаще используется термин гастрокотомия в отношении всех аденционных технологий, будь это дистальная, субтотальная, проксимальная резекция желудка, которая называется гастрокотомией с соответствующей приставкой. Ну а тотальная гастрокотомия называется именно тотальная, тогда, когда накладывается изофага интеранастомоз, и места гастроэнтеранастомоза просто в большом счете отсутствует. Ну и большая часть этих операций может сопровождаться соответственно в агатомии. Об этом тоже нужно помнить. Но и сегодня я буду говорить только о пациентах с удаленным желудком полностью. Они вызывают большее количество вопросов и сомнений, и, конечно, большее количество ошибок я вижу в работе, в выписке врачей по попыткам фармакотерапии этих пациентов. Ну что касается синдрома оперированного желудка, Ольга Игоревна довольно подробно рассказала, хотя на самом деле, чтобы разобрать эту проблему, стоит, наверное, провести не один симпозиум, а, наверное, посвятить полдня большой конференции, потому что слишком много вопросов, слишком много нюансов и с позиции гастроэнтеролога и терапевта и эндокринолога, например, на эти проблемы. Но, тем не менее, то, что мы знаем абсолютно точно, что примерно 25% пациентов, оперированных на желудке, сообщают о каких-либо расстройствах. И, соответственно, в маленькой части, но, тем не менее, гастроэнтерологи таких пациентов наблюдают, они очень динамично декларируют свои жалобы, и яркость этих симптомов намного превосходит исходную до гастроэктомии. Ну и порой мы видим несколько синдромов одномоментно с синхронным или таким метакронным чередованием их проявлений и в силу перестройки системы пищеварения, возможных технических ошибок при выполнении вмешательств, о которых говорил Олег Сергеевич. И я думаю, что на эту тему будет дискуссия. А также имеет значение и патологически приморбидный фон, о котором говорила Ольга Игоревна. Ну и психологические травмы, конечно, стрессы. И все это повышает вероятность персессирующих симптомов, так же, как и низкая комплоентность пациентов, и за этим тоже нужно следить. Что касается частоты подобных расстройств после гастроэктомии, то в литературе данные довольно широко варьируют. И частота демпинсиндрома – это до четверти случая всех оперированных пациентов, хотя и от публикации говорит о существенно меньшей частоте практически на порядок. То есть здесь представлена максимальная частота, которая была обнаружена в отдельных работах или обзорах. Щелочной рефлюкс с развитием эзофагита и даже фарингита рефлюкса с цирной пневмонии, который встречается не реже всего, но тем не менее встречается. Мы видим, что рефлюкса с цирной проблемой до пятой части пациентов могут беспокоить. Панкреатическая недостаточность – самые оптимистичные данные – 85%, самые пессимистичные – 100%. Естественно, она носит вторичный генестер. Фарфологическая недостаточность зависит от активности, нутритивной коррекции, от питания самого пациента, от его состояния аппетита, развивается или не развивается, ситофобия, анорексия и так далее. От развития синдрома избычно-бактериального роста, который имеет место у всех абсолютно пациентов. И, конечно, его видение – это отдельная головная боль, о которой я буду сегодня говорить. Ну и синдром, приводящий в петли. Ольга Игоревна подробно разбирала эту тему. Я как раз как будто знал, о чем она будет говорить. Этого вопроса касаться сегодня не буду совсем. А вот то, что часто усказают из-под нашего внимания – это поствогатомические расстройства, к которым, в общем-то, можно и деппинсидром, в частности, отнести, и в какой-то степени даже рефлюкс. Но вот холецистолитиаз и поствогатомическая диарея – это, конечно, большая проблема. И по отдельным данным, конкременты в желчном пузыре и даже в продовах формируются практически у всех пациентов в течение 5 лет после гастроэктомии. Ну и, конечно, рак Денова – зона анастомоза пищевода тоже можно условно отнести к постгастроэктомическим синдромам. И сегодня в сегменте пациентов после бариатрических операций, вот в области развития пищевода, дабора от этих рисков. Конечно, очень много усилий, интереса. Я думаю, что это тема отдельных научных формов. Показания гастроэктомии, конечно, известны. Чаще всего это рак желудка. Рак желудка, когда невозможно сделать орган, сохраняющий операцию, резекцию в пределах слизистой при минимальной инвазии ранней стадии. Ну или когда невозможно выполнить резекцию, чтобы оставить культю, выполняется тотальное удаление желудка. Редко гастроэктомию выполняют в силу каких-либо тяжелых травм, разрывов, объемных большинской полости. Это казуистика в литературе описанная. Ровно как и синдром Диллафуа с изолированным поражением желудка. Чаще имеется двойная локализация желудка-кишка. Тотальный полипоз при синдроме Пейца-Игерса тоже нечастное явление. Но иногда с позиции канцерпревенции после массивных повторных полипоктовий принимается такое решение тяжелое. Синдром Золлингера-Эльсона, но здесь, конечно, в основном орган-сохраняющие пробуют сделать вмешательство селективно-поксимальную в аготомию или ингибиторы протонной помпы в 2-4-8 раз выше, чем средние терапевтические дозы. Это может работать. Ну и лимфомы, хотя на самом деле те пациенты, которых я видел, с тотальным поражением не только желудка, брюшной полости просто, казалось, им невозможно выполнить вообще никакое вмешательство, удалось сохранить желудок, избежать гастроктомии, успешный ответ на полихимиотерапию, радикацию и шпилори. Но иногда этих пациентов ошибочно оперировать. Эпидемиология рака желудка, в общем-то, известна. Я не буду подробно останавливаться. Скажу только лишь то, что довольно часто это встречается в нашей стране, особенно в отдельных регионах с монголоидным населением, особенно, да, и, конечно, четвертая стадия, она пока еще не редкое явление, и, к сожалению, определяет она плохой прогноз и высокий уровень летальности в течение полугода-года наблюдения. Цифры относительно выживаемости рака желудка варьируют в разных регионах, и есть, конечно, большой прогресс в Японии и Южной Корее, где, как вы видите, общая выживаемость больных раком желудка колеблется в пределах 60-70%, и это потрясающие данные, которые контрастно отличают эти регионы мира от, там, 12-40% в остальных странах, но в любом случае, если продвинутая стадия болезни имеет место быть, то пятилетняя выживаемость не превышает 10-12% случаев, и, соответственно, если опухоль, наоборот, не прорастает в слизистую оболочку и не вовлекается в региональные лимфоузлы, то вот здесь как раз можно приблизиться к цифрам, которые получают наши коллеги в Японии и Южной Корее, 70-85% пациентов выживают. Зачем я говорю об этом? Дело все в том, что мы в России максимально за последние 20 лет можем видеть порядка 50 тысяч случаев рака желудка в год, и если за 30 лет, скажем так, посчитать, это полтора миллиона человек. Это огромная армия. Ну, если выживает 12, предположим, что у всех довольно поздняя диагностика, минус еще естественная убыль, то, в общем, такой экстраполирующий расчет, у нас нет точной статистики, сколько в России пациентов после гастроктомии, ее просто нет, мы можем только так условно рассчитывать, то мы увидим внушительную армию людей, которые могут нуждаться в нашей помощи. Более 300 тысяч человек, то есть если распределить их равномерно на города с миллионным населением, то в Москве это будет 20-30, может быть, больше тысяч человек. И вот бильярдный тракт у них далеко не всегда оказывается в фокусе внимания специалистов. Обратите внимание на то, что сладж бильярдный выявляется через месяц после тотальной и субтотальной гастроктомии, ну, естественно, чаще при тотальной, у 30-40-50% пациентов, а холецистолитиаз выявляется у 18% пациентов через 6 месяцев после операции и у 50-70% через 5 лет. Но в том случае, если пациенты получали длительное парентеральное питание в послеоперационном периоде, то частота холецистолитиаза диагностируется, как я уже говорил, в 100% случаев в течение 5 лет. Поэтому интересно посмотреть последние работы и, наверное, наиболее крупные исследования. 2000 пациентов с гастроктомией, 8000 контрольных пациентов. Южнокорейское роскошное совершенно исследование. Действительно, мы видим, что гастроктомия существенно повышает риск развития желчнокаменной болезни и, соответственно, у пациентов молодого возраста и в большей степени у женщин. При этом риски развития холецистолитиаза коррелируют с объемом типа оперативного вмешательства. Как я уже сказал, притотальный выше, чем субтотальный. Зависит от типа реконструкции. От объема лимфодисиакции, чем выше объем, тем выше травматичность и выше вероятность повреждения вагуса и денервации билярного тракта. Ну и объема вагатомии, если она целенаправленно известна. Ну вот, в частности, ряд, несколько исследований, сводные данные, довольно старые работы, но тем не менее. Мы видим разницу между тотальной субтотальной гастроктомией по рискам холецистолитиаза отличается практически в 3-4 раза. Соответственно, тип реконструкции с выключением 12-перстной кишки, то есть это Белирод-2 и все остальные модификации относительно Белирод-1 отличается в 3 раза, соответственно. Ну и объем вагатомии тоже почти в 3 раза в пользу стволовой вагатомии чаще холецистолитиаза. Таким образом, можно опять же экстраполировано так посчитать, если мы говорим про тотальную гастроктомию, это априори Белирод-2 модификация со стволовой вагатомией, соответственно, плюс лимфодисекция, если рак является показанием, то по большому счету вероятность такая экстраполированная развития холецистолитиаза превышает 80%. Ну и действительно, если посмотреть на объем диссекции, вы видите, что Д1 отличается от Д2 и тем более от Д3, когда практически в 3 раза возрастает вероятность развития холецистолитиаза. Ну, почему это происходит, в общем-то, понятно. За счет поствагатомических нарушений, за счет уменьшения плотности из клеток секретирующих, в частности, холецистокинены и секретин, соответственно, уменьшение таких стимулирующих влияний на желчный пузырь. Ну и плюс это ускоренный транзит химнуса, развитие в условиях нарушенной сегрегации избычно-бактериального роста, нарушение энтерогепатической циркуляции желчных кислот, изменение литогенности желчи, гипокинез, собственно говоря, желчного пузыря и холецистолитиаз в общем-то обеспечен. Почему развивается холецистолитиаз при избычно-бактериальном росте, тоже, в общем-то, вещь изученная достаточно давно, вот, и представлена на данном слайде, и коротко я уже этот механизм описал. Существуют даже работы, описывающие, пытающиеся классифицировать билярный сладж именно после гастроктомии, в общем-то, каких-то радикальных отличий здесь от классических подходов верификации сладжа у пациентов без гастроктомии нет, но, тем не менее, можно наблюдать последовательные стадии от анахогенной желчи к прецепитированному сладжу, формирования конкрементов, и подобные случаи в литературе, в общем-то, представлены, когда имеется, соответственно, просто расслоение желчи с горизонтальным уровнем, да, потом прецепитированный тип, и уже гиперхогенное образование без акустической тени, которая, в общем-то, трансформируется в последующем уже в конкременты. В отличие от популяционных данных, после гастроктомии холестериновые камни встречаются не в 60-80% случаев, а только в 30-ти, вот, поэтому помните о том, что если камни сформировались, растворить их уже потом будет возможно только у третьих пациентов при их рентген-негативности, потому что коричневые и черные конкременты плохо растворяются ужасно-дозоксихолевой кислотой, но могут быть предотвращены при своевременном ее назначении. Понятное дело, что доминировать будет хирургический подход, но у пациента после гастроктомии, особенно по поводу рака, у которого сформировались конкременты через 6 месяцев, ну, вряд ли кто-то решится в отсутствии убедительных там жизненных показаний этот пузырь оперировать, но это будет приносить определенные, конечно, сложности введения этого пациента, поэтому лучше эти проблемы решать раньше. Поэтому появился такой вектор последние, там, два десятка лет, что может быть всем пациентам, которым планируется гастроктомия, делать холецистоктомию в плановом порядке. Но если при ПДР это абсолютно необходимая история, да, и желчный пузырь удаляется у всех, то при гастроктомии этого можно не делать. Но, может быть, это стоит делать, дискутируют хирурги до сих пор, вот одно из последних таких объемных исследований, более 1600 пациентов в Китае, оцененных ретроспективно, у которых была выполнена симультанная холецистоктомия в процессе гастроктомии. То есть таких пациентов оказалось 3,5% из общей выборки с выполненной гастроктомией. И, тем не менее, несмотря на такую маленькую субпопуляцию у пациентов с симультанным вмешательством, авторы смогли определить некоторые очень интересные выводы. Ну, например, что повышает риск развития холецистолитиаза? Очень динамичное снижение индекса массы тела в послеоперационном периоде, то есть более 5% за 3 месяца. Поэтому если ваши пациенты, коллеги, после операции теряют так динамичный вес, помните о том, что они при сохранном пузыре имеют катастрофически высокие риски холецистолитиаза. Анастомоз В2, соответственно, почти в 2 раза отношение шанса выше, наличие сахарного диабета в 1,5 раза. Ну, а что будет определять необходимость повторных вмешательств после гастроктомии? Ну, здесь, как я уже говорил, гастроктомия, здесь все виды операции, в том числе не тотальные. Вот анастомоз по В2 в 5 раз повышает относительно В1. Соответственно, вероятность того, что пациент повторно будет оперирован уже в объеме холецистоктомии. Ну, и сахарный диабет играет тоже значение. При этом важно, что показатели смертности и заваливаемость существенно не различались между подгруппами скомбинированной хирургией и только гастроктомией. Вот. Поэтому авторы аккуратно, аккуратно заявляют, что профилактическая холецистоктомия может быть необходимо пациентам с раком желудка в условиях выполнения гастроктомии и модификации по В2, особенно при наличии сахарного диабета. Поэтому я думаю, что надо подождать результатов других исследований в других регионах мира. Но то, что подобные стратегии не увеличивают смертность и заболеваемость, это, в общем-то, скорее всего, так и есть. Ну, каким образом осуществлять профилактику камнеобразования, если желчный пузырь у нас на месте? Да, то есть при циррозах печени, если у нашего пациента есть, то риск еще выше. Сахарный диабет, как мы только что видели, и это из других исследований известно, при наличии ожирения, особенно с быстрым похуданием, при полном парентеральном питании, ну и гастроктомия. То есть это, в общем-то, у одного пациента порой 3-4 или 5 этих позиций могут сочетаться. Используются для профилактики препараты усадозоксихолевой кислоты и множество плацебоконтролевых исследований, проведенных в разных регионах мира, цитируется сейчас американское исследование, где применялись дозы 300, 600 и 1200 миллиграмм. В сутки демонстрируют нам, что наиболее эффективная дозировка – это где-то 600 миллиграмм. Принимается однократно на ночь, соответственно, этого оказывается достаточно. Эскалация дозы до 1200 не дает прироста эффективности, а 250-300 миллиграмм явно недостаточно большинству пациентов. Поэтому дозы в пределах 7-10 миллиграмм на килограмм может быть вполне достаточно для профилактики. В общем-то, есть достаточное количество исследований, в том числе свежие. Демонстрировать их все в условиях сокращенного формата времени невозможно. Но вот данная работа, она, в общем-то, неплохо себя зарекомендовала, хоть опубликованно недавно, уже достаточно количество цитирований у нее, 500 с лишним пациентов, получающих дозы УДХК от 175 до 300 миллиграмм в сутки плюс плацебо или 178 и выше до 600 миллиграмм в сутки, соответственно, или группа плацебо. Ну и доля пациентов с желчнокаменной болезнью в течение 12 месяцев подобной стратегии составила, соответственно, 5% при применении 300 миллиграмм, 4% 600 миллиграмм и 16% в 4 раза выше, коллеги, в группе плацебо. Поэтому оптимальная доза, еще раз говорю, это где-то 7-10 миллиграмм на килограмм массы тела, что говорят нам клинические исследования и, в принципе, достаточно принимать для удобства на ночь всю эту дозировку. В плане снижения массы тела в европейском гайдлайне ISL четко указано, что динамичный регресс веса требует по крайней мере 500 миллиграмм в сутки для профилактики камнеобразования, а также, если у пациента есть гиперлепидемия, после вмешательства на желудке, соответственно, в том или ином объеме. Эти цитаты не случайны. Дело в том, что есть множество исследований, есть мета-анализы, которые оценивают профилактическую роль ДХК, в частности, после бариатрических операций, которые можно экстраполировать и на ситуацию с гастротомией в полном объеме. Вы видите, что достаточно эффективны и при снижении массы тел на фоне диеты, и при бариатрических вмешательствах применение препаратов усадозоксихолевой кислоты для профилактики холиолитиаза. И, соответственно, это необходимо на весь период, когда пациент снижает вес. Поэтому, когда в фокусе вашего внимания пациент с раком желудка, который продолжает, наблюдаясь у вас после хирургического вмешательства снижать массу тела, не отменяйте у него препарату усадозоксихолевой кислоты, даже если у него нет желчного рефлюкса, о котором тоже немножко поговорим. Кроме этого, важно помнить, что препараты усадозоксихолевой кислоты дают не только эффект профилактики конкрементов, но, предположим, у пациента камни уже сформировались, или они были, но пациент отказался от симультанного удаления желчного пузыря по какой-то причине, или хирурги не решились это делать в силу, допустим, тяжелой коморбидности и высокого риска операционно-анестезиологического пособия. И, соответственно, камни в желчном пузыре у пациента остались. Нет желудка, но есть камни. Что происходит, если мы все равно назначаем УДХК? Уменьшается вероятность дебюта желчнокаменной болезни, то есть манифеста. И, конечно, это тоже дополнительный такой клинический бонус, который позволяет нам смелее назначать подобное лечение. Ну, плюс изофагит. Встречается он не так часто при наложении хороших анастомозов, о которых говорил Олег Сергеевич. Но если, в общем-то, используются не такие, скажем так, технологии, которые характеризуются высокой вероятностью синдрома приводящей петли и желчного рефлюкса, то может 100% случаев достигать. И, конечно, хирург должен оценивать ретроспективно свой опыт, наблюдать этих пациентов, принимать решение, что выбрана и модификация наложения изофага интернастомоза и межкишечных анастомозов. Наверное, все-таки не идеально, нужно пересмотреть стратегию. Поэтому в литературе можно увидеть такие варьирующие цифры. Но что касается клиники, конечно, и сжога, хотя никакой кислоты здесь нет после гастроктомии тотальной. Регургитация пищи и желчи, то есть буквально заброс, почему он бывает высокий, вплоть до рефлюкса социальной пневмонии, кашля в ночное время, развитие даже фаренгита, таракалгии, загрудинных болей. При осмотре можно обнаружить, соответственно, желтое окрашивание полости рта, слюны и так далее, которые носят такой хронический систематический характер. Что делать, когда у пациента совсем нет желудка, но есть тяжелый рефлюкс? Ингибиторы протонной помпы здесь неуместны, потому что у них нет точки приложения, соответственно, антоциды применяют, но их только сорбирующие эффекты могут быть полезны, антоцидные свойства здесь совершенно не нужны, поэтому здесь лучше назначать сорбенты, но, к сожалению, и те, и другие только короткими курсами. А вот истинная, чистая защита пищевода, альфазокс, который уже сегодня в симпозиуме упоминался, это на сегодняшний день приоритетное направление. Мы понимаем, что нет плацебо-контролируемых исследований после гастроктомии, поэтому мы экстраполируем эти данные, исходя из опыта применения при лечении гастроспагиальной рефлюксной болезни, потому что здесь, по сути дела, та же технология, только меньше возможностей. У нас нет желудка и нет возможности применять ингибиторы. Про кинетики. Вопрос дискутабельный, потому что метоколопромид-демперидон могут быть эффективны, но за счет, соответственно, нежелательных явлений мы лимитированы короткими курсами, поэтому существуют попытки применения оффлейбл-режимов ганатона длительно, но, собственно говоря, эффект здесь довольно вариабельный. У меня, например, личный опыт положительный. И об этом я тоже сейчас скажу. Жидкие препараты висмута и суспензия сукра-альфата, к сожалению, в текущий период времени не записаны в России, хотя они были в нашем арсенале, покинули его, и мы все-таки надеемся, что они встанут в наш арсенал когда-нибудь вернуться. Но пока у нас есть только альфа-зокс, поэтому мы активно пользуемся. Очень хороший опыт. Кстати говоря, у меня лично за большой период времени, почти два года применения, очень позитивный опыт. Урсо-дозоксихолевая кислота при низком весе 250-500 мг на ночь может быть достаточно, ну, в общем, где-то, как я говорил, 7-10 мг вполне, если нет показаний для профилактики холецистолитиаза в сохранном пузыре, потому что здесь доза может быть повыше, или еще выше, до 15 мг на килограмм. Все зависит от клинической ситуации. Ну и если 3-6 месяцев мы боремся безуспешно в отношении рефлюкса зафагита, звоните Олегу Сергеевичу, звоните коллегам Олегу Сергеевичу в других клиниках, в других городах, кто знает, как делать реконструкцию анастомоза, которая может помочь нашему пациенту. Потому что помните о том, что несмотря на роскошные, скажем, цитопротекторы и так далее, которые есть в нашем арсенале, не всегда нам удается, даже в комбинации, победить проблему хронического желчного рефлюкса. Ну а что касается альфазокса, напомню, что, собственно, даже в отсутствии желудка препарат за счет полоксомера 407, безусловно, но и за счет, собственно говоря, низкой молекулярной массы, входящей в состав альфазокса, гиалуроновой кислоты и хондротинсульфата, тропных к эпителию фиксируются на поверхности эпителии и поврежденных тканях, что, в общем-то, доказано с помощью специальных исследований с использованием сканирующей электронной микроскопии, переходной электронной микроскопии за счет высокого сродства гиалуроновой кислоты и хондротинсульфата к пизматическим мембранам эпителия пищевода, что, в общем-то, доказано на сегодняшний день довольно убедительно и составило платформу на пути создания вообще данной лекарственной формулы. Ну, что касается этаприда, был опубликован наш небольшой опыт, чуть больше 30 пациентов в пилотном проекте, мы сравнивали лечение в стационаре, потому что тоже большой опыт имеем, применение прокинетиков, но на тот период временный передон мы применяли длительно, еще не было пересмотренной инструкции, такой, соответственно, порядка. Экономический анализ представлен. Статью можно почитать, исходя из данных выходных, которые представлены на данном слайде, но этаприт оказался эффективнее. Вопрос, конечно, в том, что это оффлэйбл режим, напоминаю, потому что мы точно абсолютно знаем, что гонотон действует на желудок, но как он действует в отсутствии желудка, могут показать только исследования, оценивающие моторику, поэтому серьезно относиться к этой работе нельзя, это не более чем эмпирический опыт. Экзоклинная недостаточность, об этом тоже говорилось, ее высокая частота до 90%, достигающая с довольно сложными механизмами, о которых я чуть подробно скажу следующим слайдом, проявляется в основном, конечно, метеоризмом, вздутием болями в животе и даже с театарей, и как следствие мальнутрицией, повышающим риск развития инфекционных, сердечно-сосудистых осложнений, саркопении, остеопороза, увеличению заболеваемости, смертности и, конечно, снижению качества жизни. И, как правило, используемые дозы ферментных препаратов ниже рекомендованных. Вот механизмы представлены на данном слайде, они описаны, в общем-то, в литературе. Я достаточно давно интересуюсь этим процессом и думаю, что уважаемая аудитория знакома с большей частью подобных публикаций, но хотел бы сделать акцент все-таки на избычно-бактериальном росте, потому что у пациента с гастроктомией выключены, естественно, антимикробные барьеры по пути возобновленного, скажем, после операции пищеводно-кишечного транзита и, соответственно, минуя желудок и гастрокомерстную кишку, что создает идеальные условия для микробного роста в тонкой кишке, в том числе для непрерывных постоянных рецидивов избыточного бактериального роста. И действительно, если посмотреть на классические описания клинической картины избыточного бактериального роста с абдоминальными симптомами, общими симптомами, то, в общем-то, напоминает и симптоматику экзокринопанкреатической недостаточности. Поэтому мы не всегда правильно дифференцируем, особенно когда это имеется микс проблем. Поэтому я хочу, уважаемую аудиторию, сказать так, что у пациента после гастроктомии почти всегда можно обнаружить и панкреатическую недостаточность, и синдром избыточного бактериального роста, и симптомы действительно общие, близкие, и сепарировать их практически невозможно. Поэтому нужна долгосрочная стратегия. То есть мы можем санировать кишку, использовать там альфа-нормикс, допустим, но нужна стратегия, чтобы не было рецидиев. Поэтому нужно поддерживать с помощью пребиотиков все-таки микрофлору толстой кишечной с препаратами, которые высвобождают КЖК в толстой кишке. Например, такой донатор арабиногалактан существует, так и входящий состав фиброксина, лактоферин, связывающий свободный железо в просвете кишки, который не дает возможности размножающимся избыточным микроорганизмам там реализовывать тот самый избыточный бактериальный рост. Но альфа-нормикс у нас в арсенале бесконечно существует, потому что без него обходиться просто невозможно, ввиду того, что слишком часто порой приходится применять санирующие режимы. И это наиболее эффективный препарат с наилучшими, наверное, характеристиками для элиминации СИБР, которые в нашем арсенале существуют. И, в общем-то, он не уступает системной антимикробной терапии, при этом характеризуется значительно лучшим профилем безопасности за счет биобиотических эффектов и множества других положительных свойств, о которых мы бесконечно говорим и делимся на симпозиум. Поэтому в завершение хотел отметить следующие вещи, чтобы оставить время на дискуссию. Итак, стратегия консервативного лечения после гастроктомии. Первое. Не забывайте про холецистолития. Составили хирурги желчный пузырь, назначьте у ДХК 7-8-10 мг на килограмм массы тела на ночь длительно. Соответственно, если у пациента есть рефлюксозофагит, не менее 250 мг на ночь, доза может быть подвергнута эскалации в зависимости от сопутствующей необходимости при филактике колецистолитиаза или других причин, или, например, клинической целесообразности. Когда вы оттетровали дозу, помнишь, что 250 мг недостаточно. Альфазокс – это 4 раза в день, то есть, соответственно, это после 3 приемов пищи, то есть, примерно, через 5 часов ориентировочно в течение подрастывания, и 1 прием обязательно на ночь. Помните о том, что после приема этого препарата не рекомендуется прием пищи или жидкости в течение 2-3 часов, поэтому, соответственно, нужно стараться этот интервал все-таки выдерживать и достаточно покушать, попить, чтобы потом пару часов к жидкости не обращаться. Итаприд. Вопрос с ним открыт на самом деле, нужны исследования, нужны непилотные или более масштабные программы, чтобы показать его работоспособность, но и до сих пор это режим офф-лейбл. Поэтому, что касается прогенетической терапии, которая нужна надолго, то, по большому счету, вопрос остается открытым, потому что метоклопромид может помогать, но, к сожалению, мы не можем его применять долго. Панкреатическая недостаточность. Микросфера панкреатина. Ну, традиционно в России применяется 25 тысяч единиц на прием пищи. В европейском гайдлайне, напомню, после гастроктомии 75 тысяч единиц на прием пищи. Для нас пока психологически это какая-то запредельная доза, поэтому, скажем, если пациент ваш получает 25 тысяч единиц 6 раз в день кушает и 6 таких приемов имеет, то, по большому счету, дозировка неплохая, чтобы не допустить тяжелой эмаль нутриции. Но важно помнить о том, что это пожизненный прием, и капсулы лучше вскрывать, если речь идет о гастроктомии. При взятии с желудка можно принимать слегка. В этом отличие. При синдроме с обычным бактериальным ростом курсовой прием антисептиков. То есть здесь альфа-нормикс будет в приоритете. Соответственно, 14 дней в 3 месяца, как вариант поддерживающего режима, соответственно, 1200 мг в сутки. Ну а для профилактики рецидивов СИБР и для пребиотических эффектов, в том числе для косвенного воздействия на холиолитиаз, который имеет патогенетическую связь с СИБРом, соответственно, фиброксин, на мой взгляд, это прекрасный выбор. Нутритивная поддержка необходима, особенно в послеперационном периоде и до долгой дистанции, когда необходим мониторинг жиростворимых витаминов, витамина Д в первую очередь, кальция, железо, витамина В12. И мы, естественно, все эти субстанции имеем сегодня в арсенале и можем вводить в схему лечения нашего пациента. Поэтому либо какими-то курсами, либо это интервальное разовое ведение, ну, как привычно для В12, допустим, 1000 гамм раз в месяц или в три, допустим, но в течение всей жизни. И тогда мы не уходим никогда в дефицит В12. Но если диарея развивается, это сложно. Купируемая история. Соответственно, здесь псиллиум можно использовать в условиях низкого количества жидкости, то есть разводить не на 400 мл в один пакетик, допустим, а на 100, и тогда он будет притормаживать транзит. Индулин, содержащий препараты, ферменты, в том числе в более высоких дозах, как говорят европейцы, 75 тысяч на еду, можно пробовать смекти. Ну, в редких случаях можно экспериментировать с холестерамином, которого у нас в арсенале нет при водянистой диарее, там, более 10 раз, когда мы предполагаем явный такой коллагенный компонент. На этом спасибо за внимание. Готов ответить на вопросы и сам, в общем-то, даже их задать. Юрий Александрович, спасибо, спасибо огромное. Как всегда, блестящий доклад. С удовольствием послушал, надеюсь, не только я. В аудитории, может быть, кому-то есть желание задать вопросы. Вопрос с платформами ДЭКС. Здравствуйте, Альфа-ЗОКС сейчас нет в Москве в аптеках. Чем лучше заменить? Если это вопрос ко мне, то я позволю себе отвечать. Альфа-ЗОКС будет в аптеках после 15 марта. Это проблема с документальной частью взаимодействия компаний-производителей и Отечественного Минздрава, так что не волнуйтесь. Заменить можно временно альгинатами, антоцидами. Пусть они будут чуть менее эффективны, но хотя бы какую-то защиту дадут. Ну, в жидкой форме, естественно, визигения. Может быть, Ольга Игоревна поделится опытом. До момента прихода на рынок Альфа-ЗОКСа мы использовали Сукральфат ВЕНТР в размолотом виде. Но так как ВЕНТР тоже пропал, нам остается уповать только на сорбирующие свойства антоцидов, смекты. Но эти препараты коротким курсом, к сожалению, могут применяться. Спасибо. Мы микрофон можем в зале дать? Виктор Викторович. Пока микрофон несут. Юрий Александрович, Ваше отношение к профилактической холецистоктомии у больных во время проведения процедуры гастроктомии, как Вы считаете, целесообразно это делать или нет в сегодняшних реалиях российских? Очень хороший вопрос. Если у пациента уже есть желчнокаменная болезнь, однозначно да. Потому что потом разбираться с холидохолитиазом у такого пациента бывает, вы лучше меня знаете, как сложно, соответственно, когда у нас В2 наложен на анастомоз, нужна, я не знаю, специальная техника, знания, умения, выдержка и силы, чтобы, в общем, такого пациента малоинвазивно спасать от холидохолитиаза. Поэтому, если же КБ есть, то однозначно да. Если у пациента есть семейный анамнез, если у пациента есть рецидивный сладж, если у пациента есть положительный опыт литолитической терапии в прошлом, то тогда нужно дать ему выбор. Или он сразу принимает УДХК после операции и понимает, что он будет принимать эти препараты без гарантии эффекта в течение всей жизни после гастроктомии, либо он соглашается на смутанную гастроктомию. То есть это такие косвенные факты, они не доказаны в клинических исследованиях. Это мой личный опыт. То есть когда я подобных пациентов вместе с хирургами готовлю к операции, вот эти вещи мы обсуждаем и коллегиально принимаем решение. Хирург, гастроэнтролог, пациент. Тогда, в общем-то, меньше всего проблем возникает введение подобных пациентов в течение многих лет. А ведь мы надеемся, что пациенты первыми по поводу рака желудка, соответственно, на ранней стадии поживут еще много-много вместе с нами. Да, спасибо, Александр. Можно пару слов по этому поводу? Я не знаю, надо мне входить в поле зрения камеры. Наверное, не обязательно. Вот так вот, холецистолитиаз после гастроктомии, это не такая страшная вещь, как холангиолитиаз. Потому что холангиолитиаз, он ведь и после гастроктомии практически исключена возможность традиционной санации эндоскопической желчеводящих путей. Это чрезвычайно усложняет вообще положение вещей. Если у больного есть это сложное, осложненное течение, собственно говоря, желчекаменной болезни, которую и при целом-то желудке очень сложно разрешать. А тут, поэтому я не знаю, вот эта тема требует особенного внимания, мне представляется, оценки какой-то на поиск каких-то максимально достоверных предикторов возможности образования именно холангиолитиаза в послеоперационном периоде. Наверное, решение этого вопроса связано еще также с прогнозом по поводу рака желудка напрямую. Потому что вот вы указываете достаточно четкие сроки возникновения холецистолитиаза, там 6 месяцев, там, etc. Вот. А ведь мы далеко не всегда знаем, сколько будет жить наш пациент после рака, в смысле, при раке желудка той или иной формы, той или иной стадии и той или иной операции. Так что, мне кажется, что нам нужно вот здесь запланировать какое-то серьезное исследование. Дополнительные какие-то, я не знаю, генетические, биохимические, еще какие-то изучения больных, которым предстоит гастроктомия. Коррелирую это вот с теми характеристиками основного заболевания, в данном случае рака желудка, и, соответственно, вырабатывая определенную тактику. Мне кажется, это очень важное направление. Ну, и если вы позволите, Олег Сергеевич, и сопредседатель, вопрос вам. Есть еще, ну, ровно полминуты. Минута. При демпинг-синдроме какое хирургическое лечение? В вашем докладе, Олег Сергеевич, не прозвучало. Там только был синдром приводящих петли. Может, я что-то прослушал. Есть ли вообще варианты хирургического лечения и когда они нужны? Коротенько. Демпинг-синдром. Мы сейчас, честно говоря, лечение демпинг-синдрома передали нашим коллегам-гастроэнтерологам. Полу? Практически, да. И, честно говоря, давно мы уже не сталкивались с демпингом, который необходимо оперировать. Это прививший способ реконструкции, правильно? Нет, ну, Виктор Ильич, тут же вы не хуже меня знаете, что тут... Нет, нет. Виктор Ильич, все-таки чаще всего мы сталкиваемся лишь с легкими проявлениями. Тут есть до буквально, ну, не более получаса, когда вегетативные реакции ухудшают самочувствие пациента. реже проявление демпинг-синдрома средней степени тяжести, который также нам удается при коррекции органических каких-то поражений, проявлений вполне корректировать. То есть, да, при рубцевании эрозивной, при эпитализации эрозивных изменений в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, при коррекции билярного сладжи или, да, профилактики даже, да, возвращаясь к предшествующим, как бы, теме нашего обсуждения. Вот, на мой взгляд, если есть у пациента уже явление желчекаменной болезни, калькурозных элициститов, то убирать надо. Но в дальнейшем, да, наши пациенты, к чему мы и, как бы, призываем, они требуют динамического наблюдения. То есть, после операции через полгода, далее, ну, и в ближайшие два года, раз в полгода, далее раз в год. При появлении билярного сладжа уже назначение препаратов фурсодоксиокси и холевой кислоты, причем в дозировке все-таки наши, мнение нашего отделения, нашего стационара, я думаю, не менее 750 микрограмм на ночь, длительно. Значит, возвращаясь к демпин-синдрому, это прежде всего обсуждение с пациентом диетических мероприятий, рационно-питание. Потому что, как правило, проявление демпин-синдрома, это не, когда наши пациенты не прислушиваются к нашим призывам. Это, да, ну и опять же, работа, кстати, большое значение имеет психоэмоциональное состояние пациента. То есть, к нашему лечению мы в ряде случаев привлекаем клинического психолога или психотерапевта. То есть, назначение анксилитических препаратов корректируют вегетативные кризы, у которых проявляется демпинг-синдром. Благодарю вас. Спасибо, Ольга Юрьевна. Спасибо, коллеги Юрий Александрович. Спасибо, Виктор Юрьевич. Спасибо всем, кто участвовал в сегодняшней дискуссии. Большое спасибо. Спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам было интересно. На съеме позвольте закончить. До новых... Напомните, что нужно учиться на Медекс.Про. А мы видео можем еще раз запустить? Да, тогда все на Медекс.Про за новыми знаниями. Всего хорошего. Представляем вам новый стандарт обучения медицинских работников всех уровней. Новый стандарт подразумевает приобретение прикладных знаний на любом устройстве и получение баллов непрерывное медицинское образование как для физических лиц, так и для юридических. Интерфейс и навигация портала Медекс.Про интуитивно понятны и позволяют с комфортом выбрать подходящую программу повышения квалификации. Каждая программа создается в рамках специализации и поднимаемой темы. Особое внимание уделено отзывам и конструктивным комментариям наших пользователей. Мы приветствуем и учитываем полученную обратную связь при разработке наших образовательных продуктов. В процессе обучения на Медекс.Про обмен опытом с ведущими экспертами России в различных отраслях медицины станет нормой. Задайте вопрос лектору и получите компетентный ответ. Видеолекции, подкасты, презентации, дополнительные текстовые материалы, интерактивные тесты и другие образовательные форматы ожидают вашего внимания. Возьмите максимум прикладных знаний, повысите квалификацию и построите карьеру с Медекс.Про. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!